всем привет подписались лайкнули и пошли день со мной так с утра девочки выглядят процедуры с голубой глины я набрала себе на озере утром потому что вечером у нас глина черная очень горит полезно голубая а с утра у нас возят молоко с творогом кефиром можно все купить творожок молочко там и козье просто девочки говорят что глина это голубая который с этого озера очень лучше в три раза чем в аптеках которых продают поэтому я ее вот набираю и мажу ну посмотрим еще домой себе баночку взяла видите набрала какая она голубая постараюсь на солнцем показать купила баночку над недорого стоит 80 рублей еще сегодня туда соленой воды больше дольются озеро и будет вообще хорошо ну такая смотрите девочки этих голубая голубая надеюсь что все очень полезно с утра вот так сходил еще плюс мусор сам выкинул и смотрите прям все еще спят уже и солнце далеко поднялась а тут все спят и спят море располагает ко сну заботливый папка он видите качает качельку колясочку мыша укачивать на на всю ночь не спал потом с утра его уложили ребята их двое и почему здесь двое много героические люди у кого сразу двое не родилась зато сразу отстрелялись и всего все сразу подросли ну один раз рудом всего лишь ходишь интереснее когда пару раз сходил я поздравляю это два раза беременна такая вся ходишь так интереснее конечно а кто знает все-таки кто вот живет за таким-то забором камер вроде нету кто-то живет и поставил такой себе нехилый забор метра четыре наверно высотой розы крымские цветут вовсю хорошо им здесь кроме эти какие розочки розовые белые вам кого-то и номера вам покажу если вдруг кто-то хочет странно никого отель русалочка и еще вот сергей ну вот мне вот этот нравится надо спросить причем здесь как-нибудь номера такой деревянный конечно очень непонятно честно скажу с такими вот номерками это я ребята иду по нашей все базе штормовое на которой мы остановились это вот в самом к самом конце базы так но вот это голубом никого нету видно кто-то строил даже он кондиционер еще в пленке не поснимали эти база отдыха штормовое туда можно напляшивать я не хочу туда я хочу в другую сторону пройтись посмотреть прям за саму базу сейчас выйду пройдусь туда дальше был весна на когда-то даже вот видите на пропуск на область система я вышла туда на море а я пойду еще вот дальше здесь тоже видите продают все все можно купить варьки вареная кукуруза 80 рублей дыня виноград 180 яблоки 120 80 помидоры вот такой здесь ларек у них так а я хочу немножко туда пройтись посмотреть туда вот сейчас я остановлюсь вот штормовой у нас это вот самая-самая окраина когда въехали и с левой стороны если въезжать по окраине вот едут все туда с палатками отдыхать и где вот много-много палаток стоят здесь вот еще какой-то домик принципе есть вот так дорожка здесь целая накатана дорога стоянка это наверно тех кто дальше туда в начале штормовой снимают и приезжают сюда на стоянку скорее всего а вот палатки ну здесь удобно конечно приехать припарковаться вот такая зона прям ровная поляна но там деревьев можно стать и парковаться и вот начало штормолова если мы идем слева направо как будто еще дождем воздуха здесь есть тут конечно зайтишки хорошие пляжик вот получается у них вообще замечательно вот они все стоят здесь такая зеленая береговая зона с кустами где они прячутся от тени и в принципе им не жарко и тут же сразу вот они дошли до моря две минуты просто замечательно надо было в этом году нам палатку брать в прошлом году возили вот такие дожди были в крыму нигде не становились ни на день нигде не становились ни на день много людей много приехала все загорают никого ничего не пугает на всем побережье много-много людей ну туда дальше здесь конечно эта река отошла но я тогда выйду потом покажу вам о, здесь какая-то что-то здесь не знаю что-то в море то ли как что-то образованное каменистое вот как оно плещется ну сейчас дойдем и посмотрим сколько людей приехало людей много я даже не знаю где они все в штормовом поместились людей просто много очень-очень в штормовом ну вот они все выходят и вроде жилье не заполнено я представляю если жилье будет заполнено сколько здесь тогда вообще будет людей наверное тут вообще яблоко негде будет упасть но в прошлом году говорят был хороший сезон все равно люди приехали отдыхающих было очень много все было очень говорят востребовано и торговали здесь много чем а в этом году очень тихий сезон смотрите сколько все уже загорают загорелые это уже значит давно здесь отдыхают а вон еще впереди сколько я считаю что очень много людей приехало отдыхать и ребята база пустая потому что все на пляже оказывается понятно умеете горка тут такая водяна надули ничего себе и бассейн опа не в уборку с бассейном вон сколько людей просто тьма все лежат загорают и яблоко негде скоро будет упасть если бы было полное штормовое вы меня простите здесь вообще негде было попройти ну так пути есть и где разгуляться один на одном лежат практически хороший тоже отельчик такой интересный ну вот это хороший ресторанчик интересный в нем музычка такая спокойная а детям кино крутят вечером ух массажики можно поделать и море чистое чистое да в этом хорошо штормовое море здесь чистое песчаное но я вам хочу сказать есть один минус его не зря назвали штормовым здесь все время ветра и вот течение если поменялось море будет холодное и вот за счет вот этих ветров конечно нам это не нравится и когда мы едем вечером на грязи там тоже вечером все время дует дует ветра так что это конечно минус штормового море чистое красивое песочек вот еще бракушки эти все чистили бы на пляже вообще было бы замечательно а так их не чистят это конечно минус ну вот видали сколько людей несмотря на то что желтый флаг вывешен вчера был красный пойду купаться сейчас покупаюсь отдохну а там уже еще чем не займемся может куда съездим погуляем всем хорошего настроения и на этом я свой блог заканчиваю пока 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 пока